Когда в жизни случается беда, единственное, что у нас есть, это поддержка близких людей. Но что делать, если таких людей нет и помочь просто некому? Десятилетний пес, помесь золотистого ретривера, по кличке Рия оказался в ситуации, когда жизнь внезапно перевернулась с ног на голову. После смерти владельца он лишился всего, что у него было и к чему он привык. После жизни в уютном доме с любящим хозяином, Рия внезапно очутился в приюте для животных с совершенно незнакомыми людьми, пишет Невснер. Когда владелец Рия скончался, собаку забрали в приют для животных в Детройте, Мичиган. Но как только Рия прибыл туда, персонал понял, что с ним что-то не так. Собака отказывалась от еды, не позволяла никому прикасаться к себе и просто сидела в углу, глядя на стену. Прожив 10 лет со своим владельцем, Рия был сбит с толку и убит горем. Он не мог понять, почему у него отобрали все, к чему он привык и любил. Теперь он был просто одним из множества подопечных пугающего и незнакомого места. Рия повесил голову и, казалось, не хотел жить. Сотрудники приюта понимали, что нужно что-то делать и связались с Организацией по спасению животных города Детройта Детройт Док Рескью. «Мы принимаем собак с тяжелыми заболеваниями и психическими расстройствами, например, собак, долго содержащихся в заперти или страдающих от невроза питомника», рассказала в интервью. Руководитель Детройт Док Рескью Кристина Милман-Ринальди. Многие люди не понимают, какими интуитивными и чувствительными существами являются собаки. Они воспринимают все, что происходит вокруг них, так же, как и люди. Несмотря на то, что Рия был переведен в специальный приют для собак, его состояние продолжало ухудшаться. Рия полностью потерял волю к жизни, не отзывался, когда кто-то звал его по имени, ни на кого не смотрел, целыми днями просто сидел в углу вольера, уставившись в стену. Сотрудница приюта, по имени Кристина, знала, что единственным способом помочь Рия было найти для него новый приемный дом. Она надеялась, что приемная семья вернет Рия вкус к жизни. После нескольких телефонных звонков, она связалась с волонтером, по имени Райан Калахан, и его женой Ташей. После того, как она рассказала им историю Рия, супруги без колебаний решили забрать Рия к себе. Несмотря на то, что у пары уже были две свои собаки, а также одна приемная, они решили позаботиться и о Рио. «У нас все получилось», — рассказывает Райан. Когда Рия попал в дом Калаханов, он сразу же начал показывать признаки улучшения. Впервые за долгое время Рия перестал уклоняться от прикосновений людей. Как будто он понимал, что Райан и Ташия хотят помочь ему. Чтобы десятилетняя собака чувствовала себя комфортно в доме, пара создала специально для Рия отдельное пространство в рабочем кабинете Райана. Чтобы наладить отношения с Рия и помочь ему почувствовать себя в безопасности в новом окружении, всю первую неделю Райан работал из дома. Прошло совсем немного времени, прежде чем Рия начал спокойно ложиться у ног Райана и прыгать на его колени с глазами, полными радости и благодарности. «Каждый раз, когда мы проходим мимо него, он размахивает хвостом, а еще он любит гулять в лесу вместе с нами», — сказал Райан. Рия многое пережил, поэтому сотрудники приюта и чета Калаханов хотят убедиться, что собака, которая до сих пор оплакивает своего хозяина, готова найти постоянных владельцев. Тем временем Калаханы определенно помогли Рия почувствовать себя лучше. Я надеюсь, что его новая жизнь, какой бы она ни была, будет даже лучше, чем последняя. В то время, когда многие животные подвергаются плохому обращению и остаются наедине со своей бедой, приятно читать о людях, которые посвящают большую часть своей жизни помощи попавшим. В трудную жизненную ситуацию животным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова